Джигитовка, ипотерапия и уход за лошадьми. Здесь, в деревне Анашкино, в конном клубе проходят занятия по верховой езде. И сегодня мы находимся на тренировке с детьми. Павел третий год занимается в конном клубе. Сейчас ему 10, в будущем мальчик хочет стать тренером. У юного всадника есть любимый конь Тихомир, за которым он ухаживает. С ним прошла уже не одна тренировка. На корде его гоняем, ездим на нем, моем. Помимо упражнений и основ верховой езды, ребята познают искусство джигитовки. Во время скачки на лошади ученики выполняют гимнастические и акробатические трюки, которые помогают развивать ловкость у всадника. Свеча, ласточка, езда стоя или поперек лошади – одни из элементов спортивной дисциплины. А еще ребята учатся владеть оружием саблей и стрелять по мишени из лука. Сложное мастерство джигитовки нравится осваивать детям, а родители видят в этом только пользу. Джигитовка – это тот вид спорта конного, который не управляет с помощью поводья, а управляет с помощью спины. И да, у меня ребенка достаточно быстро поправилась осанка. Я думала, что нельзя маленькую, среднюю дочку отвезти. Ей было тогда 7 лет. Я думала, что это позже начинают. Я думала, какие-то пони нужны. И это казалось, что можно с 3 лет. В конном клубе могут заниматься и дети, и взрослые. Самому юному всаднику всего 3 года, самому опытному – 60. Но особое внимание здесь уделяют общению с животными и под терапией. Взаимодействие для того, чтобы с лошадью, нужно обладать рядом психологических качеств, без которых общение будет невозможное. Ну и вот лошадь, так сказать, человека вынуждает раскрывать себе и укреплять эти качества. Это, конечно, позитивные, в первую очередь, качества такие. А что касается непосредственно ипотерапии, то это лошадь, опять же, движение с лошадью, взаимодействие с лошадью, вынуждает наш организм напрягаться и в физической степени укрепляться. Особая гордость Дмитрия – отечественная порода терских верховых лошадей, которые принимают участие в выставках. Ученики тоже отличаются успехами. Многие ребята – чемпионы России по джигитовке, выступают на Красной площади. В конце августа команда поедет на новые соревнования. Екатерина Крамор, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова